Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На трёшку аналогичное количество автоматов, чтобы не очень здесь они хорошо продумали. И измерим с вами, друзья, высоту потолка. Шикардос! И здесь по этим пролётам я просто лечу и курить. Куда-то захочется здесь пойти, а здесь идти-то большой плюс. Твоя управляющая компания. Можно и закрыть на что-то глаза. Ух! О! Вот так не влепливали. Что-то здесь у застройщика, друзья, пошло не так. Это 27 этажей. Резиновое покрытие. Частичное промерзание монолитной стены. Друзья, добрый день! Я Андрей Артёмов. Сегодня мы с вами находимся между Суздальским проспектом и Шуваловским парком в жилом комплексе Континенты. Буронабивные сваи, монолитная коробка. И здесь есть нюансы. Участие квартир стены к соседям из газоблока, участие из бетона. Соответственно, звукоизоляция будет тоже разная. Также непонятно, чем застройщик зачеканивает примыкание стен к монолитному перекрытию. Потому что чем качественнее и плотнее он заделает, зачеканит это примыкание, тем лучше будет звукоизоляция. Многие из нас знают, кто-то уже видел, как забивают сваи в землю. А сейчас давайте я немного расскажу про буронабивные сваи. Итак, бурят землю, туда потом вставляется осадная труба, и в неё уже вставляют подготовленную заранее связанную арматуру. После этого всё заливают бетоном. Выпуски арматуры обвязывают с монолитным полотном, которое потом заливают бетоном. Соответственно, такой фундамент достаточно прочный и может выдержать большие нагрузки. Квартиры в комплексе представлены от студий до трёхкомнатных квартир. На сегодняшний день однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов 159 тысяч рублей. На вторичном рынке однокомнатную квартиру можно предобрести от 7 миллионов рублей. А соответственно, здесь, конечно, больше плюсов. Это сразу заехал, начинаешь жить. Новостройку придётся ещё и подождать. Но если вы, друзья, собираетесь приобретать в ипотеку, то здесь нужно чётко посчитать, что выгоднее для вас. Если нужна помощь с расчётами, обращайтесь. Услуга платная. Все квартиры застройщик передаёт с чистовой отделкой. За дополнительную плату можно приобрести один из пакетов мебели. На однокомнатную квартиру пакет мебели обойдётся вам от 410 тысяч рублей. На картинках застройщика мебель, конечно, выглядит очень классно. Даже мне захотелось её приобрести. Но в жизни бывает по-другому. Друзья, если вы приобрели квартиру в этом жилом комплексе с одним из пакетов мебели, напишите, пожалуйста, в комментарии, как качество этой мебели и техники. На минус первом этаже расположены машины-места и кладовки, которые стоят от 487 тысяч рублей. В подземных паркингах будет всего 346 машиномест. На придомовой территории 175 машиномест. Из них места для маломобильных групп населения. Всего 521 машиноместа. На момент съёмки видео у застройщика все машиноместа в подземном паркинге раскуплены. На вторичном рынке машиноместа можно приобрести от 1 миллиона 450 тысяч рублей. Что лично я считаю достаточно дорого. Потому что в аренду это же место можно взять от 7 тысяч рублей. Согласно данной квартирографии, в комплексе будет 2004 квартиры. Почти 26% квартир будут обеспечены машиной местами. Ну, часть из которых ещё нужно приобрести. Но благо рядом, напротив, вернее даже комплекса, есть гаражный кооператив, где можно приобрести гараж от 500 тысяч рублей. Студии и однокомнатные квартиры занимают почти 67% от общего числа квартир. Вот можно ли назвать этот комплекс семейным? Напишите в комментарии, друзья. Я когда просматривал фотоотчёты застройщика, обратил внимание на отверстия под клапаны инфильтрации воздуха. Там, где стены из газоблока, там достаточно аккуратно просверлены отверстия. А там, где монолит, ну, мягко сказать, не очень. И, возможно, именно в этих местах будет частичное промерзание монолитной стены. За счёт применения на фасадах газоблока и базальтового утеплителя класс энергоэффективности всех зданий А высокий. Социальные объекты – это боль этого жилого комплекса. Ну, и не только него. Вокруг огромное количество жилых зданий и с местами не так всё хорошо, как хотелось бы. В шаговой доступности от комплекса расположены детские сады со следующими номерами. 8, 13, 121, 139 и 141. Согласно данных с этих детских учреждений, вакантных мест нет. Аналогичная ситуация со школами. 94, 453, 469 и 558. Как написал застройщик, сейчас вам, друзья, зачитаю. На территории жилого комплекса «Континенты» уже строится собственный детский сад на 150 мест. Здание будет сдано вместе с домами третьего этапа в третьем квартале 2023 года. Друзья, это маркетинг. Ни у одного жилого комплекса нет своих детских садов и школьных учреждений. Все сады и школы принадлежат комитету по образованию. И чтобы туда попасть, нужно подать документы ВФЦ. И если даже детский сад или школа находятся прямо в комплексе, на территории комплекса, не факт, что именно ваш ребёнок попадёт в этот детский садик или школу. Примерно в одном километре 700 метров от комплекса расположена станция метро «Парнас». Напомню, что здесь совсем рядышком расположен огромный массив, называется «Северная долина» и 21 квартал. Но вы должны, друзья, понимать, что в час пик в метро будет достаточно плотно. Дорога в гаражный кооператив, жилой комплекс «Континенты» и дорога, ближайшая к метро. В общем, дорога к дому лежит через такую бетонку. А местный житель сообщил о том, что этой зимой вот эту дорогу просто не чистили, и машины постоянно буксовали. Ну, соответственно, мы с вами идём дальше к метро, и здесь вот видите, что творится. А после дождя здесь всё в огромных лужах и грязи. Знаете, такое ощущение, что прям со стройки выходишь. То есть нет такого впечатления, что ты, кстати, один из детских садов, что ты живёшь уже в сданном жилом комплексе. То есть ты, получается, проходишь, и вот всё вот как вот такое везде, знаете, строили и забросили. Только посмотрите, что находится рядом. Тут стройка, то есть они эти трубы, видно, будут прокладывать, но непонятно куда, ни одного рабочего вообще не видно. И огромное количество зданий, вышки электропередач, низкие базовые станции, почему их не поставить, непонятно. И вот такая впереди, друзья, красота. А вот и станция метро, друзья, Парнас. Я быстро хожу, и у меня ушло на это ровно 17 минут, чтобы дойти до станции метро. Строящиеся комплексы застройщик должен передать, согласно проектной декларации, в третьем квартале 2022 и 2023 года. Но зато ключи передают в течение месяца, в отличие от большинства застройщиков. Первые свои дома застройщик сдал 17 сентября 2021 года. И мы как раз с вами находимся во дворе между этими зданиями. Так что у нас есть отличная возможность вблизи рассмотреть все эти дома. Раз дом, два дом, мы находимся внутри двора. Двор, на первый взгляд, достаточно красивый. Единственное, что хотелось бы больше деревьев, их здесь еще как-то маловато, и они совсем-совсем молодые. Вот это синее с белым здание, это депо метрополитена. Сюда приезжают как раз, я так понимаю, чиниться вагоны, ну поэтому здесь это никуда не уберут. Вокруг большое количество новостроек, ну и соответственно проходит ЛЭП. И вот там сразу за ЛЭП как раз гаражный кооператив, где можно приобрести машиноместо. И вот здесь за ЛЭП, обратите внимание, часть это старой советской застройки, обычные панельные дома. Резиновое покрытие, прикольные качельки, смотрится все прикольно. Это сделано для малышей, лазалка, спортивная площадка. Вот пока снимал здесь, молодой человек занимался спортом. Ну вот и расстояние, кстати, между домами, ну оно вроде бы и не маленькое. Здесь наверное метров 30, может чуть больше. Но обратите внимание, друзья, это 27 этажей. Но при этом отмечу, что за счет вот этой окраски фасады смотрятся достаточно неплохо. Но вот эти цвета, например, лично мне не очень нравятся. Как-то, ну вот, смотрится он, знаете, такой, не знаю, по-больничному, можно если так назвать. Помните эту штуку, когда вот мы прыгали? Есть камни, застройщик что-то пытался сделать интересное. Красное и белое. Продуктовый магазин уже открылся. Это плюс то, что можно за там хлебушком сходить вниз. Один из подъездов. Первый подъезд, застройщик почему-то называет парадная. Из плюсов. Есть скамейки, урны, брусчатка, парковка для велотранспорта, ну и сама входная группа. Этажность с первого. Первые этажи у нас здесь все коммерческие. До 25 этажа. Соответственно, есть система допуска по ключу. Заходим. Ну, здесь просто лежит ковер. Поленились утопить и сделать нормальную систему для очистки обуви. Почтовые ящики. Здесь есть особенность того, что если бы их чуть-чуть выше поставили или как-то продлили, потому что, видите, вниз приходится очень сильно нагибаться. Обратите внимание, вот там на уровне второй плитки, то есть это достаточно ниже. Здесь у нас тамбур, тамбур это здорово. Но само оформление, плитка, панно смотрится, конечно, красиво. Как только проходим пандус, попадаем в такое красивое пространство. Здесь, конечно, очень красиво сделано панно. Наверху название жилого комплекса. Классная подсветка. Слушайте, очень классно постарались. Застройщик молодец, плитка. Обратите внимание на швы. То есть, не как у некоторых, что, знаете, что-то у них там не хватило затирки и оставили так, как и есть. Есть зеркала, чтобы сделать селфи. Подпишитесь, друзья, на канал. Такого вам навряд ли кто-то покажет. Есть уже уголки, я так понимаю, от застройщиков. Все, в принципе, неплохо. Единственное, но хоть здесь и проходной подъезд, но обратите внимание, что вот это узенький коридор. То есть, если идет навстречу человек, то придется просто прижаться к стенке. Это у нас лифтовой холл, два пассажирских и один грузовой лифт. Поднимемся с вами на самый верхний этаж. Даже здесь обратите внимание, как аккуратно сделаны в плитке отверстия под трубы отопления. Все четко окрашено, даже держатели окрасили. И вот наверх, смотрите, как все красиво идет. Молодцы. То есть, вот здесь трубы, знаете, вот она вроде бы могли бы и спрятать, но они здесь открыты и смотрятся достаточно нормально. Плюс мне нравится, что здесь огромное просто окно. И это алюминий открывается. Если дверь заблокирована, то можно прямо через окно выйти. Управляющая компания, сервис и стейт. Ну, скорее всего, да, квестная. Диспетчер. Тут куча нужной и ненужной информации. Ну, вот само вот это все сделано красиво. То есть, чутко все расставлено, нет никакого там спама, как это часто бывает. Так, что-то у нас лифт похоже. Приехал и уехал. Вот он. Это у нас пассажирский лифт. Первый из минусов. Обратите, что, знаете, такое ощущение, что попал в какой-то, не знаю, деревенский туалет. Потому что замкнутое пространство. Очень мало. Недорогая. Обшита фанера троечкой, наверное, да. И все уже давно расписано. Но зато пока поднимаешься вот в этом комплексе на 25 этаж, можно почитать мастер на час, ремонт квартир, там, и натяжные потолки, все другое. Как обычно я говорю, что если бы застройщик бы озаботился их рекламным отделом, отделом маркетинга, закрыли бы все баннером, своей рекламкой, ну, было бы на самом деле поинтереснее. 25 этаж, выходим. Слушайте, здесь у нас прилично. Интересная плитка, 25 этаж. Ну, могли бы, конечно, не нарисовать, а сделать нормальные цифры, было бы поприкольнее. Что-то у нас здесь. Для экономии энергии было все закрыто, но вот видите, что-то у них здесь пошло немножечко не так. Почему-то от упаковки с радиаторов не сняли вот эти штуки. Я не знаю, как, соответственно, сдавали с этим, тоже, честно говоря, немножечко непонятно. Первое, на что сразу обратил внимание. Ну, вот смотрите, да, 25 этаж. Ну, ладно, криво по трафарету нанесли цифры. То есть 2 получается ниже, 5 цифры, как видите, выше. Куда идти мне? Например, квартира 3. Куда, где эта квартира? Почему нет указателя? Ну, вот выход здесь, здесь выхода нет. Ну, пойдем, значит, сюда. Как-то вот по мне это немножечко странновато. Из плюсов, здесь дверь с стеклом, всегда видишь, кто-то есть ли или нет впереди. И вот у нас, друзья, межквартирный коридор. Слушайте, очень прикольно сделано. Мне нравится шуба, мне нравится цвет, подобранный застройщиком. И интересно, уходит плитка. То есть, видите, он получается таким полукругом идет, ну и, соответственно, застройщик не стал как-то так измерять. И просто сделали прямо, но, слушайте, смотрится необычно. А дверь смотрится тоже красиво. Цвета чуть ярче цвета стены, но, к сожалению, с одним замком. Но зато выключатели современные и сделаны на низком уровне. Это удобно для маленьких детей, чтобы они вам не долбили в дверь. Первый бросается в глаза. Вот такой момент. Конечно, бы хотелось, чтобы вот здесь было сделано аккуратно. Могли бы пройтись герметиком, подкрасить. Но, видно, не судьба. Потолок, кстати, тоже неплохо смотрится. То есть, ну, тут у нас какая-то потайная дверь закрыта. Но дверь, кстати, хорошо смонтирована. Вот здесь, видите, тоже, вот они, видно, подмазывали, но что-то до конца не смогли. Не получилось у застройщика. Здесь у нас должны быть рукава гидрантов. Вернее, пожарные рукава. Они есть, отлично. Так, ну-ка. О, зуммер, зуммер есть. Да, вот эти сами ящики, они какие-то кривые, переломанные. Но зато, обратите внимание, здесь все достаточно аккуратно. Вот тут только немножко, видите, что-то это надо было подправить. Может быть, знаете, как на трубах в ваннах есть такие пластиковые заглушки. Сверху бы просто опустили, смотрелось бы лучше. А так, в принципе, неплохо. Ну вот, взяли, видите, есть вот такой специальный ключ. А здесь они закрыли на замок. Видно, чтобы кто-то просто там не открывал. Двухтарифные современные счетчики. Ну, все, здесь больше ничего нет. Кстати, отмечу, что достаточно широкий коридор. И чтобы не быть голословным, метр семьдесят три. Обычно в панельных домах широкие коридоры. То есть они там такие приличные. Идешь так с размахом, две коляски пройдут. И в монолитных домах обычно они на порядок уже. Значит, у нас лестница. Лестничный марш. А тут какой-то закуток ненужный. Просто обычный лестничный марш, который идет вниз. Ну, здесь ограждающие конструкции. О-о-о. Видите, да, друзья? Очень-очень жидкие. Сами лестничные марши, это обычные марши, привезенные с обычных бетонного завода. То есть, в принципе, все в порядке. Ничего здесь такого нет. Но могли бы их отмыть или хотя бы покрасить, если вы не можете отмыть. И все бы смотрелось иначе. Ржавчины пока не вижу. Не, если вот немножко. Это вот беда. И здесь, конечно, вот этот линолеум, который со временем начинает вот так подниматься. Окна у нас здесь глухие, не отмытые, не открываются. Ну, вот отсюда, видите, какой вид на соседний дом. Пластиком закрыли. А, ну, понятно, да, они шубой покрывали, но здесь все заляпали, потому что было не очень хорошо закрыто. Давайте дальше пройдем, посмотрим. У нас там было еще несколько дверей. Очень интересно посмотреть. Обращу, кстати, внимание, что есть датчики на движение. То есть, ты идешь, и загорается свет. Потом он, соответственно, выключается для того, чтобы экономить электроэнергию. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь квартир. Там есть площадки. Я смотрел, там 12 квартир. Здесь может быть и больше. Разделено дверью. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. И здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще семь квартир. О, собака лает, слышно. Значит, здесь находятся в этом шкафу счетчики на тепло. Эх, обидно, что закрыто. И не посмотреть. О, а здесь у нас вообще почему-то сюда что ли проверка у них не доставала. То, что должен быть написано, кто ответственный за пожарную безопасность. Вот видите, здесь есть баллы медиагрупп. А здесь почему-то нет. Ну, либо просто оторвали. И еще у нас с вами осталась одна дверь. Ну, вот видите, вот. Проходим герметиком белым, прозрачным. Или который можно окрашивать. Окрасили, и все хорошо. Кстати, вот чуть было, не забыл сказать про нумерацию квартир. Наверху видно. Вопросов к этому нет. Снова заходим в лифтовой холл. И идем туда, где написано «выход». О, смотрите, что здесь есть. Ну, к сожалению, камера не передает. Или, к счастью, здесь очень сильный запах курит. Выходит, курит и все тянет сюда. Вот это знаете что? Правильно, друзья. Это следы от влаги. Вот я не знаю, это было, когда строили. Либо это уже после сдачи. Если знаете, обязательно напишите в комментариях. Ну, вот здесь видите аналогичная ситуация. Что-то здесь у застройщика, друзья, пошло не так. Ну, и, наверное, классический. Вот недавно снимал про цветной город. Там все сгнившие двери внизу. И вот здесь смотрите тоже. То ли это конструктивный дефект этих дверей. То ли они специально ржавые идут, чтобы сгнивали. И через 5 лет их меняли. Ну, вот видите, влага вся идет. При этом, если посмотреть наверх, то сверху здесь такого нет. Выходим. Отсюда, конечно, с верхних этажей. У кого квартиры на последних этажах, открывается отличный вид. Вот, обратите внимание, мачты. Лэп. Внизу тут просто помойка. Вот она, видите, все в мусоре. И, скорее всего, это строительный мусор. Либо сюда просто привозили тоже какой-то мусор с других мест до того, как шла стройка. Поток постоянных машин, но воздух при этом свежий. Отмечу, что на лоджиях есть вот, видите, вот такую белую штуку. Это как раз забор воздуха для кондиционеров, если вы будете ставить. И отсюда видна кукурузина. Вид, конечно, прикольный. На озера, на лесопарк. Класс. Ну, вот соседний дом. Ну, и здесь видно, что, во-первых, строители красили, оставили швабру. Почему-то ее не выкинули. Еще мне вот это добивает. Вот, видите, здесь фантик застрял. Так, еще одна должна быть. Здесь тоже что-то. Вот сюда должна быть низкая точка, куда, соответственно, уходить влага. Тут просто, вот, обратите внимание, друзья, стоят такие трубы, я не понимаю, для чего. То ли это сделано, знаете, специально для того, чтобы не забивался. Вот видите, вот эти две трубы, выходящие из переходного балкона. То ли что-то еще. Ну, скорее всего, надо для того, чтобы не забилось. Ну, здесь раздоле, конечно, для животных. Хорошо здесь с собакой погулять, большое количество комплексов вокруг. Ну, естественно, вот это все, понимая, тоже застроят. Либо, может быть, это место, кстати, под школу, надеюсь. А вот там, за домами, как раз застройщик строит детский сад. Мы туда постараемся пройти и все посмотреть. Здесь у нас выход на лестничный марш, 25-й этаж. Сработал датчик на движение. Причем, кстати, интересно, у одной половины просто лестничный марш, а здесь лестничный марш с переходными балконами. А пока делал фото, что-то сверху упало, сразу поднял голову. Вот, видите, вот сюда попадает влага, и она течет. Вот здесь как-то там арматурину, что ли, оставили. И вот здесь, конечно, по краю тоже видно, что не очень качественно сделали. Возможно, здесь нужно было сделать дополнительно... А вот, да, сетка торчит от штукатурки. Ну, конечно, со временем-то все отвалится. Если застройщик, надо было какой-нибудь капельник делать, что-то такое для того, чтобы было все хорошо. Да, здесь, конечно, тоже не подписано, где чего. Но, в принципе, как и везде. Даводчик уже сняли. О, кстати, смотрите, вот оно. Если бы здесь стоял бы ограничитель двери, то, соответственно, ручкой бы вот так не влепливали. А так, конечно, через какое-то время там будет просто дырка. Вот дырка в этой стене. Вот видите, на 24-м этаже вот здесь осталась теплоизоляция. Это как раз для того, чтобы беречь тепло, чтобы оно не выходило туда, куда не нужно. А на верхнем этаже там почему-то это ободрали. Но внешний вид, конечно, не очень. Надо было хотя бы-то короб, что ли, какой-то сделать хоть из пластика. Смотрелось бы, наверное, симпатичнее. Ну, и обратите внимание, лифтовой холл. Цвет смотрится подобран достаточно прикольно. То есть вот он черный, смотрится стильно. Здесь есть большой плюс. Это видно. На каком этаже находится лифт 1, 1 и 25, на который мы и приехали. Погнали вниз. Соседний дом напротив. Еще один подъезд. Написано «вторая парадная». 27 этажей. Поднимемся на 27-й. Благодарю. Ну, здесь что-то с системой допуска, потому что дверь открывается просто так. Аналогичная ситуация. Заходим. Коврик. Да, под ковриком еще нет. Континенты. Другое красивое панно. Слушайте, ну, прикольно. Входные группы. Молодец, застройщик. Сделано классно. Здесь, кстати, обращу внимание, что сам коридор шире. И намного будет комфортнее проходить. Если, например, кто-то идет с коляской, то, соответственно... Ох ты, что увидел, сейчас покажу. Не нужно будет вжиматься в стенку. Видно, то ли это доделывали, но, видите, что-то у них здесь пошло не так. Совсем не так. То ли это сейчас доштукатуривали, то ли это застройщик так сдал. Ну и красавцы, кто это делал, все заляпали и пофиг. И так пойдет. Придет техперсонал от управляйки и будет, соответственно, все переделывать. О, смотрите, как классно. Здесь, кстати, классно делать селфи. Только выставлять, конечно, некуда пока. Есть, кстати, такая российская сеть, называется Ярус. Вот я уже в нее вступил. Присоединяйтесь, друзья. Я, наверное, уже во всех соцсетях сейчас есть. Один еще из моментов, это вот система пожаротушения. Вот она, видите, запорная арматура, конечно. Ну вот, труп нормальный, вид это все, ну, запорная арматура, конечно, смотрится не очень, но, возможно, это придираюсь я. Мне нравится, что есть здесь зеркало большое. Всегда можно себе любимого посмотреть, все ли в порядке, не криво ли лежат волосы и все остальное. С трубами здесь аналогичная ситуация. Все красиво. Даже камеру смотрю, вижу, есть. Тоже большое окно. Это приятно. И, видите, все в уровень землей. Так, давайте, где у нас тут? О, первый этаж. Грузопассажирский лифт. Едем на 27-й этаж. Тот же Стейнберг немецкий. Здесь есть у нас... Ага, вот. Можно позвонить, если у вас ловит телефон. Но... Давайте проверим. Проверим. Да, здравствуйте. Проверка связи лифта. Как меня слышно? Как слышно? Благодарю. Хорошего дня. Слушайте, ответили, даже не успели доехать до 27-го этажа. Выходим. Аналогичная картина. Но ощущение, что здесь один и тот же человек по трафарету рисовал эти цифры, потому что, вот видите, тоже почему-то 7 выше, двойка ниже. Могли бы сделать хотя бы по уровню. Здесь какая-то, видно, проблема. Какая-то закладная. Вот удалили часть штукатурного слоя. Надеюсь, переделают. Тут, конечно, немножко погрязней. Оборудование лифтовиков, оно как у Отиса. Видите, не нужно дополнительно шахту сверху. И все находится вот здесь. Вот щелкает немножко. Но аналогичная ситуация. Вот сняли даже доводчик. Непонятно, куда выходить. Ну, я теперь понимаю, что выход там, а квартира здесь. Ну, хотелось бы указатели. Ну, и здесь его, соответственно, тоже нет. Видно, что люди меняют двери. Ну-ка. Бетон. Здесь, кстати, должен быть бетон. Вот видите, тоже поменяли. Вот здесь блок, здесь бетон. Ну, звукоизоляция будет, соответственно, разной. Ну, то же самое. Разделено дверью. И там по 7 квартир получается с каждой стороны. Забрало. Аналогичная ситуация. Не очень качественно смонтировали. Могли бы сделать поаккуратнее. Давайте здесь выйдем на переходной балкон. Ох, как ярко солнышко светит. Значит, этот уже 27 этаж. Здесь он самый высокий, как и все остальные строящиеся уже корпусы. Ограждение держится крепко. Тут, вон, герметик не жалели. Просто так от души намазали. Но вид, конечно, да, прикольный. Вот оно. Депо метрополитена видно. В соседнем комплексе подземный паркинг. Детская площадка. Здесь тоже свечка будет аналогичной. То есть вот этот вид уже там часть закроет. Ну и, конечно, Северная долина за этими всеми домами. Ну и представьте, какой огромный поток людей. Какое их количество идет к метро. Ну и здесь уже стяжка начинает разрушаться. Потому что сделали качественно. Здесь уже ржавчина. Ну и через какое-то время, да, потечет. По фасаду пока не вижу никаких вопросов. Вон, чайка летает. Слушайте, отсюда даже, друзья, Петроградка видна. Вот не знаю, видно на камеру башню телецентра или нет. Вот он, видите. Вот он. Гаражный кооператив, где можно приобрести гаражи. Вот он, видите, получается до дороги. Как раз на всю ширину ЛЭПа идет. Страшно здесь стоять. Конечно, 27 этажей. Здесь почему-то на лестничный марш открыты двери. Вот видно, курилки приходят покурить. Те же марши. Ну, понятно, застройщик что-то вылил. Зачем отмывать? Так, идем наверх. Такая же ограждающая конструкция. Это у нас выход на кровлю. Дверь закрыта. Хоть в этом молодцы. Ну, здесь что-то я вообще не знаю, что происходило. Но, конечно, не мешало бы управляющей компании направить сюда техперсонал для того, чтобы отмыли. Ух! Здесь она вообще ничем не крепится. Обратите внимание. Да, вид, конечно, так себе. Ну что, попробуем пройти и посмотреть, что у нас со стройкой. Здесь мы можем спуститься на минус первый этаж. То есть, я понимаю, что грузопассажирские лифты идут как раз на минус первый. Ну, один, по крайней мере, лифт точно. Сейчас спустимся и посмотрим, что с подземным паркингом. И вот здесь, кстати, друзья, обратите. Здесь тоже та же фанера, но видно уже, что надписи все закрашивали, покрасили в белом и смотрятся уже совсем по-другому. То есть, у меня такое ощущение, что ты в каком-то находишься в вагончике. Вот видите, тоже есть как выхода. Все белым закрасить, хотя бы немножко смотрелось по-другому. Минус первый этаж. Давайте смотреть. Очень часто бывает, что паркинг совсем минус первый этаж отличается от всего остального. Ну, вот здесь, да, вот видите, тоже заходишь, подвал, бомбоубежище. Да уж. Так, здесь, чтобы, получается, пройти паркинг, нужен ключ, а может быть и не нужен. Нужен. Эх, как жаль. Жаль. Что-то здесь с углом непонятно. Это штукатурку так наносили. У кого есть машины-места, напишите в комментариях, плачет ли ваш паркинг. Детская площадка. В принципе, все неплохо. Вот там чуть дальше сейчас вам покажу. У нас здесь есть такой спуск вниз. Ну, вот тут даже открыто. Из плюсов. Сюда должна уходить вода, но здесь большое количество мусора и немножечко убитая труба. Здравствуйте. Здравствуйте. Видны следы от влаги. Андрей Артемов. Я очень рад. Я тоже. А что конкретно вас интересует? Дверь открытый здесь. Посмотреть. А что там? Дверь открытый. Ну, вообще, что здесь есть? Есть ли вода, влага? Вода. Ну, лично мне они его не давали. Но раз дверь открыта, значит, можно проходить. Дверь открытый, куда он приедет, если можно. Это хорошо. Хорошо, меня не снимает. Да. На данный момент влаги здесь не видно, но видны были следы от влаги. Но ступени, конечно, личный марш мог застройщик вылить и поровне. Это, знаете, такое ощущение, что учились это делать. Внизу вот это камень. Это обычный искусственный камень. Недорогой. Ну, тоже, видите, да. Пену надо было убрать, красиво зачеканить, и смотрелось бы совсем все по-другому. Еще одна детская площадка здесь для малышей, песочница, есть набивное покрытие, есть брусчатка, парковка для велотранспорта, кустарник, резиновое покрытие, для взрослых урны, где посидеть. Слушайте, неплохо. Вот такая у нас площадка для выгола собак, друзья. Вы только представьте, есть небольшая площадка, где можно прийти и потренировать своего верного друга. Ну и здесь тоже, видите, спортплощадка уже для детей постарше, с лазалками. Слушайте, ну прикольно, классно. И мне еще нравится, что на данный момент территория комплекса огорожена вот таким забором, но там, конечно, при входе все открыто. Технологии мокрого фасада, отлив, прошлись герметиком, а здесь, видите, что-то у них не так пошло и отваливается, соответственно, верхний слой штукатурки, вот здесь утеплитель и через какое-то время он придет в негодность. Друзья, на все дома в соответствии с федеральным законом номер 214 гарантии от застройщика 5 лет на весь конструктив. То есть управляющая компания обязана обратиться к застройщику, чтобы сделали по гарантии. Но когда твоя управляющая компания, можно и закрыть на что-то глаза. Универсам верно открывается во всех эконом-эконом районах. Ну, с газонами, да, понимаете, что я вообще даже не знаю, будут они или здесь, или нет, потому что здесь, понятно, все будет запарковано автомобильным. Большое количество квартир, ну как, относительно большое, 2004 квартиры, это не так много, как часто бывает. Ну, вот видите, здесь еще какие-то поля остались, ну и все. Вот я-то не знаю, вот, например, куда-то захочется здесь пойти, а здесь идти-то, я не знаю, куда, к метро Парнасу, там только торговые центры пока, какие-то рестораны там есть, куда можно зайти и там выпить чашечку кофе, съесть какую-нибудь вкусную булочку, потому что здесь внизу пока в континентах это продуктовый магазин, кафешек пока нет, я понимаю, что они будут, но будут чуть позже. Нужно будет пару лет-то точно потерпеть. Ну вот, считаю, что контейнерная площадка, выходящая на улицу, это не лучший вариант для ее размещения. Убитая качественная брусчатка. Столбы поставили, видно, чтобы сюда уже не парковались, потому что с парковкой здесь очень плохо. Ну и понимаете, да, что кроме этого дома есть соседние дома, где людям тоже нужно парковаться, и где парковка, если и есть подземная, то стоит достаточно дорого. Внешний вид фасадных решений континентов, конечно, мне кажется, он такой, знаете, достаточно выигрышный по сравнению со всем остальным, что и здесь есть. Смотрится красиво, но мне, например, вот обратите внимание, вот первый дом сданный, вот он мне больше нравится по цветовому решению, а вот эти два, конечно, камера поворачивается, не очень. И здесь, видите, тоже они все будут беленькие. Вот первый дом, конечно, такой самый, по мнению, красивый. То есть такие ближе, знаете, кофейные, постельные тона, и вот такой уютный комплекс, уютный. Уютный континент. Ну, вот здесь тоже видно, что вся зеленая зона перепаха на колесах автомобиля, потому что парковаться ничем, и негде, и вещам, я понимаю, здесь настоящий трешняк. Впереди слышно, что что-то пилят строители. Хорошо, что ветер идет вправо от сданных недавно домов почти год назад. Конечно, не очень здорово, когда вот эта вся пылища летит прямо на тебя и в твои окна. Здесь, видите, тоже застройщик так обустроил неплохо, ну, вот хотелось бы деревьев побольше. Не только цветочков, как и какой-то травки, кустарников, но и деревьев. Вот только сейчас обратил внимание, вот видите, вот эти двери. То есть все сотрудники, которые будут работать в коммерции, будут вот здесь выходить, сидеть на лавочках и курить. Ну, также я не удивлюсь, что прямо сюда будут в эти дворы заезжать машины, для того, чтобы весь товар закинуть в коммерцию как раз через вот эти запасные выходы. Открыто попробуем пройти. Ох ты, блядь, как! О! Так. Вот с этой стороны. Делают как раз сейчас земные работы, дворовую территорию соседнего дома. Теплоизоляция. Обратите внимание, все натянуто, чтобы все было ровненько. Ах, вот что они тут пилят. Вход в паркинг. Ограждающие конструкции уже привезли. Будут их через какое-то время монтировать. Ну, это, понятно, с улицы натекло. Так, грязь-то сколько. Ну, вот это не переживайте, я понимаю, просто это с улицы все натекло, растаяло. Ну, и надо ждать, пока высохнет. Так, протечечки есть или нету. Слушайте, паркинг высокий, большой. Тоже два этажа, в принципе, просится. Тот сверху потекает, похоже. Там гидроизоляцию, видно, плохо сделали, вода сюда потекает. А вот здесь видно, что вода была. Но тоже, знаете, непонятно, это когда еще строили или уже потом. Так, выходим и попробуем пройти в дом. А вот здесь, обратите внимание, что обогрев как раз паркинга будет, как и в Стрижах на Невском. Он будет современный и будет теплый воздух дуть с вентиляцией, а летом, соответственно, холодный. Это круто, это здорово. Так, вот он, выход. Там закрыто было. Понятно, да? Без слов понятно, что это. Красавчики. Лестничный марш. Смотрите, здесь пропенили. Утеплитель, сетка, первый слой штукатурки. И сверху, соответственно, будет так называемая шуба. Ограждающую конструкцию просто приваривают на лестничные марши. Ух, жизненько. Погнали наверх. Ну что, идти на 27-й. У каждого лестничного марша есть высота ступени. Для людей, для среднего роста человека, комфортная высота ступени 14-15 сантиметров. И здесь, по этим пролетам, я просто лечу. Нахожусь сегодня. Ставьте лайк и ваш комментарий, друзья. Седьмой этаж, гуща 20. 27-й этаж. Друзья, это круто. С вас лайк. Переходной балкон. О, здесь у нас, смотрите, гидроизоляция. Молодцы. Здесь тепло. Тамбур. Нанесли шубу. Вот так оборачивают как раз двери, чтобы шубы не испачкать ничего. Квартира с отделкой. Это у нас раковина. Наш отечественное производство. Любнинский стройфарфор. Заходим. Межквартирный коридор. Тут у нас уже плитка. Направляющие под потолок уже готовы. Соответственно, через какое-то время, когда уже все будет готово, доделают. Грязь уберут, поставят потолок и все. Широкие коридоры. Давайте сейчас попробуем. На трешку аналогичное количество автоматов. Цвета, кстати, прикольные. Зелененькие, смотрятся красиво. Вот какие-то у нас панели. Кстати, обратите внимание, здесь миллиметр-два толщина металла и внутри базальтовый утеплитель. Он и утеплитель, и шумоизолятор хороший. Видите, гипсокартоном зашито. Вот сверху шубу лючок поставят и все. Ну и шумоизоляцию, теплоизоляцию труб заодно окрасили. 25 этаж. Панель двери закрыта. Не, не буду открывать. Ас-салам алейкум. Однокомнатная квартира. Заходим. Здесь у нас ламинат везде. Небольшая прихожая. С левой стороны автоматы. 63, С40, С16, три штуки. И еще С16. УЗОЖа, правильно я так по-моему, называется. Здесь в дальнейшем будут выключатели, включатели. Смонтированы двери. Давайте посмотрим, что у нас с ванной. Слушайте, шикардос. Очень красиво. Санузел. Открытые трубы. Здесь у нас стояк. Тепло-шумоизоляция. Канализационная труба. Слушайте, плитка очень классно смотрится. Дорого. Наверху ровный красивый потолок. Есть потолочный плинтус. Вентиляция. Вот раковина уже смонтирована. Плитка. Двери. Так, с кухни начнем. Кухня. Ламинат. Кому интересно, загуглите. Так, так, так. Поворачивайся его. Где маркировка? Вот она. А, нет, друзья, это комната. Это комната. Слушайте, классные обои. Такая, знаете, рогожечка мелкая. Очень приятно, такой зеленоватый цвет. Однокамерные стеклопакеты. Здесь, смотрите, что я отмечаю. Уплотнительная резинка серого цвета. Черная сразу в глаза бросается на белых стеклопакетах. На рамах. А вот серая уже не так. Здесь окна у нас увеличенного проема. Обратите внимание. Три створки внизу. Дополнение давайте мы с вами измерим. Высота метр семьдесят. Ширина два сто пять. Так, потолок, я понимаю, просто отшпаклевали и окрасили. И измерим с вами, друзья, высоту потолка. Два семьдесят два. Ну, застройщик позиционирует как два и семь. Комната. Нет, вру, это кухня у нас. Вот они выводы. Холодная и горячая вода. Канализация. Закрыли, зашили здесь трубы. Вот видите, кстати, здесь место до труб еще сантиметров двадцать пять. Оклеено все обоими. Здесь тоже ламинат. И выход у нас отсюда на лоджию. О, открыто. Кстати, вот я когда смотрел фотоотчеты застройщика, обратил внимание на ширину вот эту. Друзья, так мало кто реально делает. То есть обычно делают сорок, шестьдесят сантиметров вот эти двери. Здесь, во-первых, внизу у нас находится стекло. Это плюс. Плюс в том, что больше света на кухне. И ширина проема восемьдесят три сантиметра. То есть вот это у нас где-то семьдесят получается. Семьдесят с копейками. Слушайте, а лоджия-то такая немаленькая. Здесь у нас получается два глухих проема. Один открывается, наверное, скорее всего на вентиляцию. Это забор воздуха. Это для кондиционера. Здесь, конечно, накосячили. Такое не должно быть. Если приемщик придет принимать, то, конечно, от этого дают. Ну, сюда, конечно, вообще ничего можно не ставить. Обычный подоконник. Капельник сверху должен быть. У него такая пластинка. Давайте измерим. Лоджию стандартную. Ширина полтора метра. Шикарно. Два шестьдесят. Ну, сюда нормально влезет стол, стулья. Но по мне, вот, кстати, застройщик, уважаемый застройщик, уважаемый КВС. Вы можете, к примеру, вот не шубу вот эту делать, а просто пусть будет гладкая стена. Она смотрится намного приятнее. Вот это, ну, например, лично мне. Друзья, вот тоже напишите в комментариях, как вам. Гладкая стена – это один вид. Когда она вот такая, ну, блин, я же не в подъезде, не на лестничных маршах. Как-то не очень. Но вот хотелось бы, чтобы было ровненько и красиво. Кстати, плюс. Вот здесь застройщик положил плитку. То есть мы, когда наступаем, мы наступаем на плитку. Ну, и удобно будет обслуживать. Давайте пройдём ещё посмотрим какую-нибудь планировку. Ещё у нас одна открытая дверь. Тоже однокомнатная квартира. Такая же аналогичная отделка. Но здесь плюс, что нормально встанет какой-нибудь шкаф небольшой. Либо, знаете, открытого типа для оперативной одежды. Ну, тут всё аналогично. Сверху щиток потом зак поставит, и всё. Ну, высота вроде 2,70 уже для нас стандартная. Это не как в Европе 2,90 и выше. Но за счёт потолочного плинтуса смотрится красиво. Смотрится реально стильно. И большой плюс для меня, что это уже чистовая отделка. Вот это огромный плюс. Прихожую хотелось бы побольше. Перегородки у нас из позагребневых блоков. Здесь у нас на кухне в бежевых тонах такая же рогожка. Ну, слушайте, молодцы. Очень-очень здорово. То есть вот сюда как раз кухня. И здесь ещё будет зона для отдыха, может быть, для работы и приёма, соответственно, пищи. Хочу посмотреть квартиру двушечку. Сейчас вам, друзья, продемонстрирую двухкомнатную квартиру с одной из самых лучших помирок в этом жилом комплексе пошли. Заходим, у нас прихожая. Ну, вот сюда, конечно, просится шкаф. Но вход тогда останется достаточно узеньким. То есть прихожая сама по себе небольшая. Аналогичное количество автоматов. Сверху выводы, я понимаю, интернет, телефон и домофон, похоже, оттуда. И идёмте, заходим. У нас ещё такая небольшая прихожая, коридором тяжело назвать. Здесь у нас санузел. Всё в плитке. Плитка, слушайте, смоется классно, прикольно. То есть она симпатичная. Но лично мне больше нравится белый цвет. Здесь, видите, трубы открыты. С одной стороны, знаете, если бы закрывали бы коробом, терялось бы место. И, не дай бог, если будет авария, придётся короб этот разбирать. Здесь, соответственно, если вдруг что-то нужно сделать, всегда это можно оперативно вмешаться без повреждения плитки. То есть это, конечно, плюс. Сюда поставят ключок. Обратите внимание, что он достаточно будет большой. Обычно делают на них такие маленькие закуточки. В дальнейшем тут счётчики будут. В общем, всё будет как надо. Здесь у нас ванная комната. Здесь уже у нас установлена ванна на ножках. Ну, обычно акриловая ванна. Выводы плюсом есть под стиральную машинку. Вот он, вода и канализационная труба. Заземлённые две розетки. Здесь, соответственно, поставят у нас кран. И, я не знаю, они проходят герметиком или нет. Скорее всего, нет. Вот здесь, конечно, нужно будет проходить самим. А здесь ещё что-то подложить, потому что палец влазит здесь чуть более сантиметра полтора. Всё. И пойдёмте смотреть. Это у нас комната. Вентиляция. Это плюс. Открыл. И идёт доступ к свежему воздуху. Фильтры иногда нужно чистить и менять, соответственно. Радиаторы. У радиаторов подводка снизу. Ну, вот, конечно, здесь не очень аккуратно сделали. Есть мастера, которые делают аккуратнее. Но обратите внимание, что сама подводка обычно идёт сразу гибкой подводкой. Она смоется не очень надеяться. Она, видите, металлическая. И вид, конечно, у неё очень достойный. Вот за это, конечно, застройщику спасибо. Откосы пластиковые. Это обычный пластик. На него, вот видите. А, это просто пыль попала. Придётся перчатки стирать. Обои аналогичные. Кстати, неплохо поклеены обои. Стыков практически не видно. Так, это у нас кухня, я понимаю. Вот это классная кухня. Она прямоугольная. Сюда встанет вот так, отлично, мебель. А вот здесь будет зона для приёма пищи. И здесь плюс то, что... Ах ты, нельзя идти. Обратите внимание, здесь она видовая. Вид у неё намного лучше. И здесь, жалко, что вот не выйти, не посмотреть. Лучше намного-намного больше. Но здесь, обращаю внимание, есть нюансы. Вот под этим чёрным металлическим уголком, там либо уплотнитель, либо просто воздух. И соседи, когда там разговариваешь, тебе слышат сверху и снизу. И у нас есть ещё одна комната, так как это двухкомнатная квартира. И здесь, друзья, обратите вы своё внимание, здесь два больших окна. Вот это, конечно, плюс. И здесь косячок с обоими. Вот он. Ну, естественно, нужно внимательно смотреть, чтобы было всё везде хорошо проклеено. Здесь аналогичная подводка. Ну, да, видите, вот то же самое, могли бы запилить это всё поровнее, но... Но здесь окно очень большое. Ну-ка, там у нас было 2 с копейками, да, напомните? 2,45, наверное, метр семьдесят, как там. Ну, да, метр семьдесят, какие там. Но зато ширина больше. Здесь из комнаты можно посмотреть, кто находится у тебя на лоджии твоей. Всё неплохо, но вот почему-то, например, как стрижак, да, вроде смотришь, так всё прикольно, комнаты всё, ну, блин, чё с прихожей делать? Вот шкаф сюда поставишь, сразу меньше места, но вот сюда нужно его ставить, тут больше некуда. И вот мы с вами, смотрите, выходим сюда тоже. У нас ванная, комната, комната, кухня. Куда ставить? То есть, в принципе, у нас под гардероб места вообще нет. То есть, всю одежду придётся ставить в шкафу в каждой комнате и там прятать всю одежду. А сюда вешать только то, что чем-то постоянно пользуешься. Либо сюда какой-то угловой шкаф ставить. Ну, я не знаю, как-то, в общем, неразумно. Сюда, по идее, надо, знаете, полку ставить. Знаете, такие штуки есть, где открытые. То есть, взял, повесил одежду, полочки открыл, туда обувь. То есть, вот сюда такую. Сюда, соответственно, одностворчатый шкаф. Ну, как-то, по мне, не очень здесь они хорошо продумали. И у нас с вами отличная возможность посмотреть вблизи трёхкомнатную квартиру. Пошли. Заходим. Ну, тут в прихожей совсем. Сюда нормально шкаф просится, большой. У нас аналогичная ванна. На трёхку аналогичное количество автоматов, что, по мне, например, очень странно. Ванна, кстати, небольшая, но, в принципе, всё хватает. Помыть руки, принять душ. И вот здесь будет стиралка стоять, но будет не очень удобно. Смотрите, почему. У нас стандартная стиралка 58 сантиметров в ширину. Здесь 37. Вот смотрите тоже, прихожая. Да, вот только кроме этого места я больше не понимаю, куда можно поставить шкаф. Заходим, давайте смотреть, что это у нас. Это у нас жилая комната. В комнате, кстати, предостаточное количество розеточных групп. Раз, два, три, четыре. Ну, и понимаю, там ещё, наверное, пятая или шестая даже. Эх, не видно. Обои, рогушка. Это приятно. Санузел. Санузел достаточно большой. Сюда можно, ну, полки здесь не поставишь. Надо, вот знаете, на самом деле было унитаз, мне кажется, выносить немножко сюда. А здесь, чтобы можно полками было поставить. Или прямо сверху сделать. Ну, это такая как мысль. Пошли справа налево неправильно. Это у нас комната детская, наверное. Тоже большой радиатор, большое количество розеток. Вот эта у нас штука, это у нас под датчики. Вот видите, один висит, который не съёмный, а вот это съёмный датчик. Если у вас, соответственно, я рекомендую съёмные из датчики, сразу их демонтируйте, потому что когда заряд батарейки начинает заканчиваться, он начинает верещать, это капец. Не дай бог ночью зарёт, и мы испугаться можно сильно. Это у нас ещё одна комната, жилая комната с выходом на лоджио. Блин, жалко, закрыто, чтобы вам не показали. А, ну вот это обычная. Это просто обычная лоджио, а там она такая вот. Вот она, красота какая большая. Соответственно, два радиатора, бежевые обои. Раз, два, три, четыре. И полотно немножечко отклеилось. Слушайте, двери очень лёгкие, сплошной арголит, но смотрится, в принципе, неплохо. Это у нас большая кухня. Ну вот это огромный плюс. Я вот помню, в советские дома кирпичные была одна серия, там тоже вот такие здоровенные окна, это здорово. Выводы у нас холодной и горячей воды, вывод канализации. Вот здесь будет плита, духовка. Большая кухня, большая площадь. Можно поставить мебель, холодильник, кухонная зона. Ну вот здесь, конечно, блин, жалко сюда не выйти. Нет у меня ручки вот такой. Подарите мне кто-то вот такую ручку, чтобы я мог выходить. У меня её нет. Тут, соответственно, конечно, он большой, очень большой. Ну и вид, видовые характеристики здесь плюсом. И давайте я хочу измерить длина метр тридцать на метр семьдесят, наверное. Ну да, аналогично. Ну вот вы сами, друзья, только взгляните, обратите своё внимание, что здесь большое количество света. Здесь, соответственно, у вас будет везде подсветка, сверху люстра висеть. Поэтому всего хватит. И обои. Вот здесь очень круто поклеено. Вообще стыков не вижу. Были квартиры, где где-то стык заметен, здесь его вообще нет. Вот здесь можно его определить. А вот здесь только видно, вот он. Немножечко. Это мелочи. Слушайте, классно. Отделка очень хорошая. И, кстати, из опыта скажу, что на кухне ламинат лучше, чем плитка. И знаете почему? Когда упадёт кружка, либо тарелка на плитку, он 100% разобьётся. Редкая кружка, которая не разбивается. А вот если на ламинат, то большая вероятность, что ваша посуда останется целая. Тем более в Икею сейчас не приехать и не купить нормальной, недорогой посуды, к сожалению. Штукатурку для стен застройщик применяет производство КНАУ для машинного нанесения. В общем, у меня впечатление от отделки квартир, друзья, очень положительное. Напишите в комментариях, как у вас впечатление от увиденной отделки от застройщика. В бюджет от 8,2 миллионов рублей есть достаточно большое количество предложений на рынке в разных жилых комплексах и районах. Соответственно, можно рассмотреть не только этот комплекс, а и другие комплексы. Нужна помощь с выбором недвижимости? Обращайтесь. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Ну а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok